Украина подключит к борьбе с ворами в законе Чехию и Турцию и будет сажать воров в законе за титул. Украинские силовики начинают новый виток борьбы с законниками. Новый усиленный этап борьбы с ворами в законе украинские правоохранители начала с визита в Чехию, где заместитель главы нацполиции Вячеслав Абрыскин подписал договор о сотрудничестве по борьбе с организованной преступностью. Без такого документа было бы сложно осуществлять полноценную борьбу с ОПК, так как украинский криминалитет пустил глубокие корни в Чехии. Но их точки базирования располагаются не только тут, планируется заключить аналогичные договоры с Турцией и Грецией, где схожая ситуация с украинскими ворами в законе. Что же касается непосредственных мероприятий в самой Украине, то здесь, еще до инаугурации нового президента, в парламенте инициативная группа хочет принять закон, который предусматривает увеличение тюремного срока для воров в законе. Этот закон разработали под руководством Арсена Авакова еще в декабре 2014 года. Однако его не приняли, он не набрал достаточное количество голосов. Законопроект подразумевает внесение изменений в статье 255 УК Украины, создание преступной организации. Группа Авакова также взяла пример с Грузии. По проекту закону уголовная ответственность наступает для тех, кто наделен титулом вора в законе на срок от 7 лет. Также в проекте пересматривается понятие преступного сообщества. Как говорят источники в МВД, этот вопрос является крайне важным для самого Авакова. Который хочет сделать уничтожение воров как класса своим центральным достижением и повысить свои рейтинги. В полиции, в общем-то, и не против, они хотят нанести удар по приезжим преступным группировкам. Их деятельность, как правило, подконтрольна именно законникам. Как пишут СМИ, против закона выступают те нардепы, которые с 90-х имеют с ними дружеские деловые отношения. Высокопоставленный сотрудник МВД разъяснил зоны влияния преступных авторитетов в Раде. Среди нардепов почти всех фракций, по его словам, есть те, которые состоят на содержании воров. Вплоть до того, что получают от них зарплату, машины и особняки. Так, смотрящий по центральной и западной Украине, вор в законе недели, Андрей Недзильский, открыто принимает у себя народных избранников в премьер-палассе по пятницам и субботам. Фракцию БПП подозревают в связях с днепровским кланом вора Сергея Олейника, более известного, как Умка. Если говорить о зонах влияния непосредственно на самой территории Украины, то стоит отметить, что сейчас здесь верховодят три основных воровских клана. В Западной Украине – это неделя, в Восточной Украине – это Умка. А вот Южная Украина досталась крайне влиятельному вору в законе Надиру Салифову, известному в криминальном мире как Гуле.